Полиэстер за 8000. Но почему нельзя? Вот как я должна понимать, как эта вещь выглядит? Привет, девчонки! С вами, как всегда, Наташа. И в этом видео будет обзор 12 историй. Я также вам расскажу обо всех подводных камнях, о которых не говорят. Я расскажу обо всех недостатках и достоинствах. Как обычно, это самый честный обзор. За обзоры мне никто не платит. Все покупаю за свои деньги, поэтому имею полное право высказывать все, что думаю. Я сделала заказ максимально разнообразный. И одежда, и аксессуары. Давайте по порядку начнем с доставки. Доставка мне обошлась в пункт выдачи 200 рублей. Это стандартно. У всех брендов, на которые уже я делала обзор, доставка стоит столько же, но бесплатный возврат. Либо наоборот. Оплачиваешь возврат, а доставка бесплатна. В 12 историй выделились. Если сравнивать с другими магазинами, на которые делала я уже обзор, 12 историй единственный магазин, который взял с меня деньги и за доставку, и за возврат. Причем цены у них выше, чем у предыдущих магазинов. Если бы был аналог вещи, которая мне понравилась в Tell Stories, я бы предпочла купить эту вещь в другом магазине. С более дешевой доставкой и с более дешевой ценой на саму вещь. Что касается интернет-магазина, мне нравится их приложение. Это один из магазинов, у которых есть приложение. Меня это радует. Всю информацию можно посмотреть в приложении. Единственное, через приложение нельзя сделать возврат. Не доработано. У них хороший визуал. То есть по картинке все понятно. Как выглядит вещь на модели, фотографии вблизи. Просто в некоторых магазинах больше подходит для Инстаграм, как красивая картинка. Но как для покупателя, вот как я должна понимать, как эта вещь выглядит. Вообще, ну что за затемненная картинка. Мне совершенно непонятно, что я здесь должна купить, глядя на эти вещи. Понятно, как она сидит. Это очень важно. С этим у них все в порядке. Молодцы. Теперь давайте переходить к самим вещам. Первое. Платье комбинация свободного кроя я купила в размере S. Стоило 8000. Как видите, на картинке выглядит все красиво. Вот такая открытая спина в нескольких цветах. И что тут состав? Слушайте, 100% полиэстер. Полиэстер 100% у комбинации за 8000. Я не знала. Вот я только сейчас посмотрела, что это 100% полиэстер. На сайте есть отзывы. Криво сшито. Буду менять или возвращать? Многие пишут, что электризуется. Я вам расскажу, значит, что заметила я. Что с этим платьем не так? Ткань? Я не заметила, что электризуется как-то. Что мне не понравилось? У платья открытая спина. По фигуре сидит неплохо. Регулируемые лямки в целом можно подстроить под рост. Но, так как вырез на спине глубокий, белье проблематично надеть. Я так понимаю, платье предполагается к носке без белья. Но почему нельзя продумать вот этот момент или нашить более плотную ткань? Ну, они вообще мерили. Они видели, что ткань просвечивает. И либо нужно делать более высокую спинку, чтобы носить белье, либо нужно придумать что-то. Но я, честно, не такой экстремал, чтобы ходить в полупросвечивающем платье. Там есть один слой ткани вот в этой области, но все равно есть просвет. Разнесла вещь в пух и прах, но как бы факт остается фактом. Это действительно так. Если задираете планку, да, у 12 историй определенно задрана планка. То есть, они себя позиционируют, как такой бренд, типа бренда Сёстер Олсен. Ну, очень похоже. Я так понимаю, бренд создан по их мотивам. Но если вы задираете планку, ну, хотя бы, ну, делайте достойно. Ну, что это? Вот это недостойно, я считаю. Дальше, что я еще купила? Купила я базовую толстовку. Толстовку я взяла в размере L. Толстовка мне очень понравилась. И мне очень понравилось, что на ней нет никаких лого. Она настолько нейтральная, универсальная, без каких-либо стилистических признаков. Подо все, абсолютно вещь подо все. Хороший, красивый цвет. Изнутри тоже вот видно, что такая ткань. Хорошая вещь, видно, что вечная. По составу 100% хлопок. Существует разнообразие цветов. И белый, и серый, и голубой, и черный. Я, кстати, вот такую толстовку и высматривала. 12 историй позиционируют себя, как бренд с базовыми вещами. И на самом деле, сколько смотрела сейчас, ну, очень много брендов с базовыми вещами. Гораздо меньше каких-то более уникальных и похожих на другие бренды. Бейсболка. Мне очень понравилась их бейсболка. Очень хорошего качества. 4 тысячи за эту бейсболку. Смотрите, я буду сравнивать по той бейсболке, которую я купила на Acer. Она мне обошлась что-то около 2 тысяч. Это моя любимая бейсболка. Единственная, которая мне понравилась за долгое время, потому что она глубокая. Я люблю глубокие бейсболки. И она очень хорошего качества. Это напоминает ее. Ну, вот видите, тут цена в 2 раза больше. Но хотя сейчас и время другое. Тут-то я бейсболку покупала года 2 назад. Я взяла L и XL. Мне понравилось, что и размеры есть нормальные. Цвета хорошие. Смотрите, тут дело вот в чем. Вот если нравятся вещи, ты не можешь найти аналоги, ты берешь и покупаешь здесь. Просто закрываешь глазки на цену и берешь. Купила я также майку. Ее купила только ради пробы. Чтобы на будущее знать, покупать ли здесь какие-то футболки. Я сейчас не планирую ее оставлять. Так как мои футболки из H&M не вечные. Футболка мне не понравилась. Мне не понравилась ткань, из которой сделана футболка. Ну, мне больше нравятся вот такие вот хлопковые, как у меня из H&M, которые держат форму. Вот такой мне нравится вариант. Люблю, люблю, обожаю эти футболки. Это из мужского отдела. Я, кстати, нашла им аналог. Если кому тоже интересно, футболки подобные можно найти в Оливере в мужском отделе. Вот я думаю, что буду теперь покупать, если у меня с этими что-то произойдет там. В 12 историй эта футболка стоила 3,5 тысячи. Я не буду говорить, что футболка плохая. Просто мне не понравилась ткань, из которой она выполнена. Мне не понравилась эта ткань, как ткань для футболки. Ткань 100% хлопок. Вот почему они не могли сделать из этой же ткани комбинацию? Почему нужно было делать комбинацию из полиэстера? Вот, кстати, ткань у футболки и у комбинации чем-то похожа. Взяли бы эту ткань. Не так бы потребителю, конкретно мне было бы обидно. У футболки удлиненный рукав. Тоже приятный цвет. Напоминает по ткани, как будто это блузка. Читаю отзывы. Плотная ткань для лета, пишут. Ну, я не знаю. Если взять на размер больше, она будет более свободная. Ветер будет гулять. В динамике будет прекрасно, я считаю. Не могу сказать, что на лето будет ткань плохая. Отличный цвет и материал. Покупаю не первую. Слушайте, ну, отзывы прям хорошие. Материал не понравился. Мне тоже не понравился материал, как для футболки. Тут это очень индивидуально. Футболка в целом хорошая. Сарафан. На самом деле я думала, что этот сарафан либо комбинацию, либо этот сарафан я себе оставлю. Мне сарафан очень понравился. Но его начала рассматривать. Он настолько просто скроен, очень простой. И стоит он 14 тысяч. Не знаю, мне как-то показалось для него дорого. Он не стоит 14 тысяч, на мой взгляд. Хотя он очень красивый. Сивая спинка. Я себя в нем ощущала, как будто мне снова 15. Я не знаю. Возможно, это хорошо. Его нужно было себе оставить. Но я решила этого не делать. Немножко инфантильным в нем выгляжу. Как вам кажется? Напишите мне в комментариях, какое мне платье идет больше. Фиолетовое? Лавандовое? Либо комбинация? Просто чисто визуально. Напишите, пожалуйста. Состав 100% хлопок. Хороший состав. Мне в этом платье понравилось. В районе бюста сделана хорошая плотная подкладочная ткань. Вы видите, спинка открытая и тоже не подразумевает носки без галтера. Соответственно, лифт должен быть хорошо продуман. Здесь сделали все отлично. Еще и в белом цвете есть. Я купила еще босоножки. Эти босоножки на самом деле у них то появлялись, то пропадали. Я, когда первый раз увидела, сразу поставила себе подписку, чтобы мне пришло уведомление. И что я вам хочу сказать? Босоножки шикарные. И знаете, вот ощущается такой ля-класс. Потому что и коробка, и пыльники, и каждая запечатана. Наклейка на подошве, которая клеится не на всех брендах. Красивые, очень стильные босоножки. Я давно искала на маленьком каблучке Китенхилл. И вот только у них увидела. Я больше нигде подобных не видела, чтобы был такой маленький каблучок с ремешками и в белом цвете. Идеальная. Поэтому я босоножки решила себе оставить. И есть большие размеры. Такие же есть еще в бежевом красивом цвете. Но размеры не все. Нужно подписываться, ждать. Я не пойму, разбирают что ли их так быстро. Натуральная кожа. Вот как бы все натуральное. Оно и видно. Я посмотрела, когда я разворачивала. Я их взяла в руки. Прямо ощущается, что очень хорошая, качественная обувь. В отзывах босоножки бежевого цвета. Это как игрушка. Аккуратные, легкие, удобные. Я согласна. Легкие и действительно удобные. Ладно, девчонки. На этом все. Я надеюсь, вам понравился мой обзор. Если хотите еще на какие-либо бренды обзоры, пишите в комментариях. Обязательно пишите, понравился вам этот обзор и был ли он для вас полезен. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок